Глубокие и тёмные тона, чёткий ритм и минимум художественных средств. Видение Сергея Евграфова отличается от пёстрой и жизнерадостной Владимирской школы живописи. Его работы невозможно отнести к одному направлению, говорят искусствоведы. В картинах собраны элементы минимализма, абстракции и конструктивизма. Сегодня неоднократно отмечали зрители, что в его творчестве сосредоточен образ эпохи 21 века. И каждый зритель для себя, у каждого полотна как-то отдельно интерпретирует и отдельно рассматривает и как-то для себя оценивает его работы. Для молодого живописца это первая персональная выставка. Как член Союза художников он участвовал в Центре ИЗО в сборных экспозициях. А в 2007 году вместе с другом и коллегой Андреем Сидоровым устраивал здесь постмодернистский вернисаж на двоих. Теперь Сергей презентует себя в новом стиле. К большому счету все это, поиски, это в какой-то степени формальная композиция. Беспредметно, как говорилось, убрать отсюда, исключить реальные элементы, то получится, опять же, абстракция. Здесь есть такие работы, которые кажутся абстрактными, но на самом деле это реальные, полные сюжеты, которых детализация убрана до такой степени, что они превратились в абстракционизм. На помощь художнику приходят современные технологии. Эскизы ко многим работам были созданы на компьютере. По словам Сергея, эта практика давно используется во всем мире, но редко встречается в нашем регионе. Художник отмечает, что диджитал-технологии не делают процесс создания картин менее творческим. На компьютере делать моментально быстрее. То есть я перебираю огромнейшее количество вариантов, десятки в каждой работе, для того, чтобы найти это оптимальное решение. Хотя есть работы совершенно спонтанные, абсолютно никакого компьютера, но визуально не смотрят точно таким. Значительная часть зрителей на открытии студенты Сергей Евграфов преподает в Институте искусств. Будущие художники признаются, что их педагог – вдохновляющий пример, как можно делиться своим взглядом на мир и искать собственный путь в искусстве. Мне кажется, очень важно за ними именно сейчас наблюдать, именно сейчас с ними общаться, потому что потом их творчество может поменяться. И вот уловить их взгляд на жизнь в нашем современном сейчас мире, ну, как бы мне это интересно, мне это нравится, что у нас такие есть. И Сергей Васильевич один из таких ярых представителей. Выставка «Пространство 2.0» продлится до 10 октября. В Центре изобразительного искусства уверены, она будет интересна и профессионалам, и обычным зрителям, всем, кто готов открыть для себя новое искусство и иной взгляд на мир. Ирина Курочкина и Андрей Беляков.